Я ведущая Пуртова Елена. Представляю Екатерину Любимову. Это организатор проекта книги в 3D. Здравствуйте, Екатерина. Сейчас мы расскажем, прежде чем рассказать, мы покажем ролик как раз про эту книгу. Продолжение следует... Проект возник из-за того, что я очень люблю читать. В детстве мы читали за поем, потом это сформировало привычку и любовь к чтению на всю жизнь. Это очень хорошее развитие воображения. И когда увидели новые технологии, вот эти энциклопедии с дополненной реальностью, раскраски для совсем маленьких деток, возникла вот такая вот идея написать совершенно новую вещь, потому что можно взять, конечно, что-нибудь классическое произведение, но захотелось создать, знаете, что-то вот вообще свое. А ваши дети читают? Читают. Вот любые книги читают, да? Вы знаете, у меня у самой детей нет. У меня есть опыт, это дети моих друзей, это дети моих родственников, мои племянники. Вот, и книгу мы тестировали на них, смотрели за их реакцией. Дети читают, к сожалению, не так много, как читали мы. Ну что ж, время идет, и давайте покажем эту книгу замечательно. Ну, я так понимаю, что когда я готовилась вот к нашему эфиру сегодняшнему, да, я посмотрела, что вообще вы по образованию... Я экономист, у меня банковское дело, я 25 лет отработала в банковской сфере. И как вот так сложилось, что раз так резко поменяли? Вы знаете, все, что является творчеством, хобби, и чем-то, что раньше выходило на второй план, в связи с переменами, глобальными переменами в банковской системе сейчас, вышло на первый. Здорово. Это вот просто подарок судьбы, я считаю. То есть вы сейчас не работаете в банке? Я занимаюсь исключительно книгой, да, потому что она занимает вот, ну, просто 20 часов в сутки. Понятно. Вот в ваше обязанное, что входит? Вот это первый экземпляр. Это первый. Я видела, что вы выложили на краудфайдинговой площадке «Планета». Да, проект. То есть сейчас уже у вас там около 30 тысяч, по-моему, да, то есть вам надо набирать. Собрается медленно, потому что краудфайдинг – это дело не очень популярное в России. И мы, я вам скажу честно, я полгода назад, что такое краудфайдинг, я вообще не знала. Я узнала в 16-м году, что такое краудфайдинг. Да, вот видите, я совсем недавно. И сама знаю, что это такое, поэтому я была, ну, скажем так, немножко удивлена, поражена, что вы пошли именно таким путем. У нас, знаете, есть планы, в общем, краудфайдинговая площадка в наши планы сначала не входила. Нет, нет, мы не, как бы вот мы решили тоже протестировать и использовать это, ну, как канал продаж и возможность рассказать о себе. Ну, то есть вот просто информационный повод. Потому что мы не надеемся на то, что это вот обязательно случится. А вот если не соберете денег, вот, Екатерина, как будете книжку? Мы напечатали тысячу экземпляров, мы напечатали. А, уже напечатаны они, да? Да. Мы совсем заканчиваем тестирование приложения. Оно у нас будет бесплатное, без всяких авторизаций, то есть просто скачиваешь. А сейчас мы можем показать? Да. Правда? Да, я поэтому все и принесла. Давайте. Мне даже самой интересно, как это будет проходить. Да, вот смотрите, открываем телефон, скачиваем приложение. Я просто хочу сказать, что здесь очень хорошая и очень подробная инструкция, что надо делать. А что делать, да, то есть что, зачем? Тут Google, тут Apple, в общем, скачиваем приложение. Все, приложение выглядит вот так вот, оно называется BookBook. Это вот такой вот котик, потому что это главный герой. Не знаю, там у нас сейчас положен, да? Да, вот оно вот так вот выглядит, это главный герой. Угу. И открываем приложение. Так, давайте. Открываем приложение, оно загружается. Угу. Наводим его, ну, например, начнем с обложки. То есть, ну, обложка совершенно ничем не отличается, да? Обычная, абсолютно обычная. Обычная обложка. Так. Сдаёт 3D-модель. Привет! У меня он, вау, 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 вау. Здорово. Да. Так, как мы это можем показать? Я понимаю, да, что вам не видно. А мы можем повернуть? Да. Давайте это ещё раз вот так вот мы повернём. Так, и ещё. Вот так видно будет. Ага. Ой, тут моя рука перекрывает. Ага. Привет. Да, да, дальше. У меня очень мало времени для спасения мира. Как? Слушай. Ага. Нужно успеть побывать в стране детективов, в лунной колонии роботов, в городе сказок. Класс. Потому что когда это смотришь на видео, да, это как бы, ну, ничего удивительного, да, а когда это всё происходит прямо на твоём телефоне. И там же можно сфотографироваться с героем, то есть в приложении есть такие возможности. Можно его поймать, можно его погладить вот руками, да, как бы участвовать с ним в одном информационном поле, получается. Иллюстраций очень много, около 40. И практически каждый оживает? Одна треть. Одна треть. Одна треть оживает. Мы специально сделали, чтобы дети искали живые иллюстрации, мы их не отметили. Не отмечали, да? Да, не отмечали. Вот. Художник очень хороший из Челябинска. А как, вот, скажем, нашли вот автора этого книги, да, и вообще как вот вышли? Вот когда решили сделать что-то своё. Вы одна решили? Да, вот понимаете, 25 лет в банке, и ты всё время что-то делаешь, но у тебя процесс, у тебя нет результата. Очень хочется, чтобы был результат, и очень хочется, чтобы результат был и коммерческий, конечно же, да, не буду греха скрывать. Ну, это естественно. Ну, очень давно. Это, на самом деле, известный московский автор, и Аркадий Мороз, это его псевдоним, вот, в плане детской литературы. У нас идея, это торговая марка группа Генезис, потому что это даже вот у нас первым делом участвует здесь, Генезис Ред, это наш сайт, наша торговая марка, и под ней скрываются Аркадий Мороз, художник Евгений Кораблин, много программистов, потому что процесс трудоёмкий и длинный, и участие принимали программисты, которые создавали 3D-модели. Потом у нас озвучены все настоящими артистами, все вот эти герои. Да, это, во-первых, сотни часов работы программистов, а это сотни тысяч рублей гонорара. Ну, это затратно. То есть, такую книжку окупить, и мне вообще невозможно, мне кажется. Вы знаете, мы посчитали примерно, вот, всё, чтобы, да, вот, конечно, у нас есть бизнес-пласс, этот план, это безусловно. Это не очень коммерческий проект, это правда, потому что деньги, которые потрачены на создание вот этих вот технологий дополненной реальности, и приложение, которое стоит тоже очень хороших, приличных денег, оно бесплатно скачивает. Знаете, мне кажется, сейчас этот проект можно использовать в качестве такого кейса, а потом уже искать гранты, у нас сейчас тем популярные. Сделай пропагандистскую книжку про историю Руси, про великого Владимира, и будет вам и 3D, и 4D, и 5D. Нет, давайте всё-таки не будем это всё в кучу. Вообще, я понимаю, да, что одному человеку это не оселить абсолютно, и, ну, я думаю, что у вас огромный тогда потенциал, и у вас есть опыт всё это организовать, потому что всё это удалось. То есть, вот если мы возьмём, опять же, вот этих детей, да, на которых вы протестировали, они прочитали. Насколько, вот я когда почитала содержание, да, мне показалось немножко, ну, как вот Элли, вот, которая там у нас и с этим… Из Умрудного города? Из Умрудного города немножко где-то вот мне показалось, что очень схожие. А если вы заметите, вообще все сказки не похожи, все попадают из одной реальности в другую, все из одного измерения в другое, транспортным средством, да, вот этим может служить хоть дуб, хоть какой-то портал, хоть последний богатырь фильм смотрели. Ну да, хоть «Церкало» то же самое. Да, 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 да. Они сидят у планшетов и так далее, родители их не могут оторвать от планшетов. И тут мы не знаем, насколько вот дети, как в психологии ребёнка на это реагируют, расскажите. А мы тоже не очень-то много знаем, ну, то есть мы же тоже будем исследовать этот вопрос. Мы, что у нас из опыта, мы видим только энциклопедии детские, да, с оживающими динозаврами, с оживающими планетами, вот, которые двигаются, и идёт полезная информация. Ну, то есть тут вот такой формат развивающий, исключительно развивающий и какое-то там вот научное сведение. Вот мы и посмотрим, потому что… То есть это тоже ещё в тесте? Ну, я считаю, что всё будет… Тут очень много нюансов. А если родители будут читать это, например, вместе со своими детьми, проводить, так сказать, досуг ребёнка совместно, потому что это очень важно вот заложить, чтобы дети, когда выросли, они тоже своим детям деляли больше внимания. А внимание – это то, что сейчас всеми не хватает. Елена, помните, на той неделе у нас в нашей рубрике «Живые новости» была новость про выставку всемирную образовательную, и там показывали, значит, тенденции, вы, кстати, идёте по этой дороге, тенденции образования на ближайшие там 20-25 лет. Это именно трёхмерные модели учебники, когда эти, не знаю, там формула, например, какого-нибудь химического плавает в воздухе. Поэтому, скорее всего, будущее не в сказках, а в образовательных, как сказать, по истории, по физике, по химии, да, вот эти все. Медицина очень популярна, вот это будет всё, что с зрением, с глазом связано. Там, где нужно показать пространственную модель, да, трёхмерную. Механизм двигателя. Сейчас машины ремонтируют с 3D-приложениями, потому что понятно, где находится неисправность. Здорово. В этом же виде, да? Да, да. Это, конечно, технологии будущего. Я просто ещё хочу заметить, что первично эта книга, вот это мой смысл, да, того, что мы сделали. Ну, вы же не обидитесь, если, допустим, вот для детей, для родителей, в них важно, что вот 3D-картинка оживает, а потом же книга. Просто есть родители делятся, вот, ну, не знаю, там на две категории, если это глобально. Те, которые запрещают, да, и те, которые не обращают внимания, потому что это им позволяет иметь больше свободного времени. И я считаю, что всегда истина, она где-то посередине, вот эта золотая середина, когда родители начинают или лимитировать, или как-то вот ограничивать немножко всё, что связано с планшетами, с онлайн-играми, вот с социальными сетями, потому что дети на Ютубе и ВКонтакте чаще всего. А книжка, она должна быть, она развивает воображение, и она делает ребёнка успешнее, потому что он хорошо визуализирует, у него мечты быстрее сбываются. Екатерина, расскажите, а кто инвестор? Вы лично или вот этот Генезис? Это наш проект, это совместный проект, мы все участвуем. Что такое Генезис? Это какая-то арт-группа или какое-то предприятие? Что это такое, московское или пермское? Это пермское, это юридическое лицо, ООО, Генезис. Все авторские права принадлежат Генезису, то есть вот все, что нарисовано, приложения. И вид деятельности у этого ООО? Виды деятельности у нас, вот мы занимаемся только книгой. Может быть у нас дальше будет какое-то другое развитие, и мы начнём с этого. И вообще идея это серия, серия книг. Это просто первая книга из серии. Мы будем смотреть на то, как это будет продаваться, как это будет радовать детей. Я бы назвала ваше направление трёхмерное образование. Да. Ну что ж, да, это тоже имеет место быть, и это наверняка будущее. Ну, в любом случае, я думаю, что дети, родители это оценят, потому что на самом деле вы правы. Я помню по своей дочери, мы читали вместе, и это на самом деле сближает с ребёнком. Казалось бы, вроде бы ты не тратишь много времени, да, вот на это чтение, но потом, понимая, что даже вот ты немножко потратила это время, оно восполняется. Это очень хорошие инвестиции в будущее ребёнка и в будущее родителя, потому что счастливый и успешный ребёнок, это, ну, извините меня, счастливое, прекрасное и достойное. Не хочется говорить. Поэтому хочется сказать, да, под конец нашей передачи, нашей встречи, что как можно больше читайте, проводите больше времени с детьми, тем более сейчас настолько стало всё интересно, даже вот для взрослого человека. У нас очень взрослые любят смотреть картинки, технологию, листать книгу и с удовольствием покупать. Думаю, пусть бабушки читают с начатами или прабабушки, вот они удивятся, они, может быть, ещё жили в Советском Союзе. Это надо будет моих бабушек 80-летних удивить. Я пыталась недавно одной бабушке объяснить, я показывала и пыталась ей объяснить, как это работает, потому что здесь же есть метки, вот на картинке, и телефон распознаёт эти метки и встаёт 3D-модель. Я очень долго ей объясняла, потому что человек… Ну, им это тяжело, да, потому что, представляете, они там ещё в конце 40-х родились, да, и то есть для них интернет, скайп, это очень сложно объяснить. Зато бабушка, это трёхмерная модель, работает без электричества. Купые сутки. Ну да, да, бабушка – это такая модель. Ну что ж, огромное вам спасибо, Екатерина, удачи вашему проекту, и, может быть, это не последнее, это только начало. Нет, наша книжка учит доброте, учит ответственности ребёнка, учит исследованию и оптимизму, да, потому что в книге очень необычные будут и серьёзные, сложные ситуации, из которых практически невозможно выпутаться, но никогда не надо оставлять оптимизм. Ну что ж, вот на этой как раз минуте закончим наш эфир. Большое спасибо, что пригласили. Всего доброго. Увидимся. Продолжение следует...